Доброе утро, друзья! Лёгкий ветерок, не знаю, не будет ли он мешать нам разговаривать. Говорить буду сном я. Итак, тема обрезка деревьев. Так, обрезка веточек для будущих прививок. И как это сделать так, чтобы поменьше навредить. Вот смотрите, вот это вот, видите, всё это будет сожжено. Пожалуйста, уникальная ветка нити, ветки персика, узнаете? Вот они, это не мёртвые, вот ещё, вот абрикос. Абрикос, вон все поспилины, абрикосы, амуры. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы поняли, во-первых, какую огромную ценность представляет этот сад. Я не обижаюсь, в этом году накупили черенков, я уже жалел резать. Но та обрезка была особая, та обрезка была ноябрь-декабрь, обрезка после морозов, непредельных морозов, потому что уже в январе были около 40, долго держались от 300 до 40. И, конечно, обрезка, которую я проводил, обрезка на заготовку черенков, их много, надо было срезать, Сергею надо было срезать, мне на продажу. Конечно, деревьям от этого не сладко. Весенняя обрезка, она особая. В принципе, лучше бы её не делать никогда. Но этот саду, это опытный сад, это маточные деревья. Ну и, пожалуйста, полюбуйтесь. Это резал Сергей. Только для того, чтобы они выбросили новые ветки, он мог их использовать на прививку. Это жертвенные деревья, жертвенные. Вот персики, полюбуйтесь, что от них он оставил. Помните красоту, какую вы видели? Вот и ничего с этим не поделаешь. Ничего не поделаешь. Вот там. Ладно, все уже показывать не буду. Сейчас покажу, о чём мы, в принципе, будем разговаривать. Итак, сильнейшая обрезка, чтобы выбросили черенки. Когда эта обрезка обычная, деревья молодые, одна отрезанная ветка на следующий год даёт 2, 3, 4, бывает 5. Давайте посмотрим разные деревья, посмотрим, как с ними можно обходиться, как с ними работать. Как видите, никто деревья до конца не калечит. То есть это сеянец. Вот он так и вырос. Сеянец дал прекрасные плоды, поэтому заработал право на жизнь. Это сливаника. Просто рядом полезла из-под земли ещё одна веточка. Ну, рука не поднялась, видимо, Сергей её отрезать. Вот, потом посмотрим, что с ней дальше делать. Вот, когда дают такие страшные рады, всё-таки сорт слива роскошный, в принципе, да всё непривитый. Но, слава Богу, такие раны не смертельны. Я вам докажу чуть позже. То, что вот здесь вот кора полопалась и как бы вылезла оттуда, выперла молодая кора, это нормально. Никогда не вздумайте делать бороздование, якобы предотвратит. То есть, изовечиваем дерево заранее, проведём глубокую, длинную, острым ножом рану. И тогда не будет вот этого. Будет. Вот. Эта кора, вот эта кора неэластичная, она должна лопнуть. Вот. А приёмов, как изовечить дерево, придумано много. Посмотрим на это дерево. Она тоже сильно изовечена. Вот почему оно должно выбросить молодые побеги. Это абрикос. Абрикос полукультурный. Так. Но он тоже представляет ценность, поэтому ветки с него тоже нужны. Вот. Например, для меня. Вот я делал попытки привить. Он настолько упрямый, что у него не прижилась ни одна культурная ветка. Видите, вот, кстати, штамп у него тоже длинный. Вот. Достаточно длинный. Его тоже никто не делал. Вот там тоже есть. Видите? Это тоже сеянец. Вот. А вот эта вот осталась. Вот она длинная. Вот. Она и будет привита. Я на нее привью суперсорт. Знаете, у меня когда-то хвастался Петр Великий с огромными плодами. Абрикос. Веточка приехал ко мне. Или я отвез, или приехал в бодных. Веточка перекочевала к нему. Прижилась. А мы погибли. Вот. Что вы думаете? Потому что почему? У меня не было тогда абрикосов, подвоев. Я привал на сливы. Я неудачи не скрываю. Принцип 10 прививок на второй год. Две мертвые. Еще через год еще две. Потом еще одна, еще две. Наконец начинает плодносить. Умирает последнее дерево. Вот. Сейчас я найду в ретрофотографию. Так. Вот. 90% что это оно. Попыток было много. Я могу ошибаться. А меня недруги ловят за язык. Так и стараются. Вот. А я вот бодру-то отдал. Подарил. Приезжаю к нему в прошлом году. Снимаю про него фильм. Вот. И вдруг он произносит слово Петра Великий. Я говорю. Что? У меня-то уже его нет. У вас он жив? Да. Говорит. Живой. Плодоносец. Какие плоды? Знаете, как он показал? Только не падайте. Я не знаю. Видно? Не видно? Это. Сейчас посмотрю через экран. У меня висит на поясе этот. На животе. В общем, показал. Вот такой вот. И говорит. Тут такие вот плоды. Я вспомнил, конечно, этот самый анекдот про рыбака, который руки раздвигал. Надоел всем, что он такую рыбу поймал. Вот. Ему руки связали. А он все равно умудрился из пальцев показать что-то круглое. И сказал, что такой глаз у рыбы, которую он поймал. Помните, это смешной анекдот. В данном случае Боднер это суперспециалист. Я вернул веточку. Теперь он мне. Я его сюда привью. Вот. Опасная вещь. Не всю привью. Но одну попытку сделал здесь. Вот это вот меня настораживает. Почему? Что-то они не захотели. Есть такие упрямцы? Ну, посмотрим. Так. Идем дальше. Ну, что-то мы пропустим. Последний раз посмотрим на вот это самое. Видите? Запомните, когда вот такого цвета ветка. Да? Вот она. Видите? Вот это ветка академика. Ей цены нет. Вот. Она прекрасна. Она товарная. Сейчас у меня запасы, они последние продаю. Уже сегодня четвертая или третья. Третья апреля. Вот. Девяносто рублей. А ведь она должна украшать все институты России. Вот. Но их украшают почему-то фотографии из интернета. А сами что-то как-то сплоховали. Вот. Будучи пойманны за руку, как, например, знаменитая темирязевка с моей фотографией Серафима. Ладно. Эту грустную тему мы проходили. Вот. Вот этот. Да, он тоже манджурский абрикос. Но, что я могу сказать? Ничего. Вот. Поздно прививать. Здесь я всегда говорю, что... Ладно. Поехали. Вот это здесь рос персик. Один год водоносил. Потом он умер. От земли пошел... Нет, не умер. Вот. Вот до сюда он полный снега замерз. Так. А ниже прививки вот эта вот ветка пошла. Можете, симпатичная ветка. Вот. Посмотрим, какие на ней будут плоды. Вот. Она победила. Она как? Это ее родной дом. Это ее корень вот этого манджурса. Вот этого толстого. А персик, как видите, не шитьба ему была. Его абрикос, ну, буквально выдавливает. Выдавливает. Не дал ему развиться. Это нормальное явление. Ну, у меня, слава богу, не всегда так плохо бывает. Пойдем дальше. Здесь пришлось убрать яблоню. Тут уж ничего не сделаешь. Вот. Места у нас нет. Вот здесь я посадил серафим. Вот так он был. Ветки взяты на прививку. Я его посадил. Фотографию использую. Он у меня единственный, у кого так корни торчат. Вот. Он очень болел. Видите, какая страшная морозобоина. Вот. Но я им не то, чтобы пожертвовал. Они, когда вот так корни превращаются в часть кроны, это болезни. Этого нельзя делать. Хотя достаточное количество даже специалистов советуют приподнимать. Спасая корневую шейку. Вот. Здесь она. Спасая от вымокания и от выпривания, другая крайность. Болеет дерево. Вот вам яркий пример. Поэтому я не стал засыпать корни. Сижу каждый год. Вам показываю. Фотографии делаю. Это чисто научная работа. Кстати, вот это вот. 35 лет, да? Вот. 35 лет. Вот они совершенно. Их сейчас можно срезать. И привить. Но я не дождался ни одного ученого. И не дождусь, похоже. Вот это все. Ну, у меня есть и... Это то, что в данный момент является мусором. Это 34 года работы. Это замена всех институтов. Вообще, даже если взять ее... Посмотрите, какие ветки прекрасные. Вот. Они уже вот так вот отрезались. Вот так вот. В декабре, ноябре. А сейчас вот целыми этими. Вот, смотрите. Вот. Потому что это уже обрезка для того, чтобы это... Новое иметь, новые черенки. Ну, куда деваться. Мы калечим деревья, хотя это ничего хорошего в этом нет. Но на прокорм государство таких, как я, не берет. Вот, посмотрите. Видите, сколько я здесь навтыкал. Вот они. Сколько сортов, да? Видели? Вот. Получилось дерево-сад. Но это тоже из того же, что... Ну, нет у нас земли в стране. Нету. Мне уже рассказывают женщины, работящие. Вот. Аукционы устраивают. Не дают землю. Просто говорят, в мае приходите. Она плачет в трубку. Ну, я же в мае не смогу ничего уже в саду делать. Вот. Только земли сюда дадут. Ну, такая страна предателей. Вот. Этих чиновников, которых мы проклинаем, мы им от этого, что это ни холодно, ни жарко. Вот. Вот еще тоже обрезан на это самое. Здесь интересный случай произошел. Прививка-то была желтая хапты, а получилось, что эта самая венгерка стала желтой. Ну, это я уже рассказывал. Вот. Вот так выглядит один из моих ветеранов сувенир Востока. Вот. Он давал такие прекрасные крупные плоды, что здесь прямо было фурор. Ну, вот сейчас он и так выглядит. Прошли годы. Морозы страшные. Но ведь жив курилка, смотрите. Вот он сейчас собирается. Вот. Ранняя весна. Вот он свисти собирается. Вот. Но еще с ним не расстался. Вот. Про волчки поговорим. Смотрите. Вот это один из моих ветеранов. Так. Вот эта ветка, которая удивительным образом, это ветка академика. Запоминайте. Вот цвет, видите. Он присущ именно академику. Когда вам подсунут другого цвета, вы скажете, вы обманщик. Вот. Вы обманщик. Самый настоящий. Но она такой становится. С осенью она такая же, как все. Только в течение зимы. Вот. Смотрим сюда. Вот. Ветки. То есть дерево в целом, оно не сдается. Вот. Вот появилась морозобойна. Я ее не собирался ничего с ней делать. Она продолжает. Вот. Даже на прививку срезала. Видите. Ветка еще долго будет жить. Даже, по-моему, расчетам 10-20 лет. Даже вот с этой самой. Но на всякий случай она дала волчок. Он тоже срезан на прививку. Но. Этот волчок проклинаемый был бы уничтожен. Еще вот тут бы страшная рана. И тогда это уж точно. Вот эти раны, они заживают. А вот эти, которые искусственные, они не заживают. Здесь прекращается кровоснабжение. Здесь не прекращается. И тогда бы эта ветка была бы мертва. Ну, а так как она не одна такая. Вот видите. Здесь плохие дела. Выбросила вот эту ветку. Вот. Ну, и так далее. Посмотрели здесь. Пойдем сюда. Более наглядный пример. Казалось бы, это дерево обречено. Оно действительно было бы обречено, если бы оно не спасалось само. Я ни разу не подходил. Вот видите, труха. Самая настоящая труха. Вот. Но. Даже эта ветка жива и будет плодоносить. Но. Может быть, все-таки ее век будет короче, чем у вот этой ветки. И вот этой. Видите? Одна. И вторая. Вот. Это те самые проклятые волчки. Вы знаете, когда эти феи стоят с секатором и вот так вот раз, 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 раз. Вот. У меня сердце сдавливается. Я бегу за валюдом. Творят невероятные вещи. Ненавидят деревья страшно. Вернее, они считают, что они их любят, когда калечат. Вот. Смотрите. Вот это те самые, которые ненавидимые волчки. А это и есть будущее дерево. Придет пора. Вот это. Оно сейчас не отомрет еще много лет. Вот эта часть живая. Покажу вам еще на других примерах. А эти волчки превратились в нормальное дерево. Если вы видите приросты. Вот они приросты. Метровые. Полметра. Восемь сантиметра. Значит, что мы имеем дело с абсолютно здоровым деревом. А то, что оно из битых штамп до невозможности. Что делать? Вот. Оно не то, что вот не все дерево меняется, а меняются ветки старые на новые. Вот. А никто этого не видит. Вот. Волчки ненавидят, называют их жирующими. Как угодно. Деньги жируют. Тут такие урожаи. Так. Ну, еще один пример. Вот. Это у меня вообще мелитопольские рани. Что ему в Сибири делать? Ну, если бы я укалечивал, конечно бы. Но, смотрите, никогда не делаю раны на штампе. Видите, вот этот сучок. Вот он, сучок. Вот он, сучок. Вот он, сучок. Никогда не делайте раны на штампе. Никогда не делайте раны на штампе и на скелетных ветках. Никогда. Вот железовский принцип. Вот это сделай вот так рано, вот эта вся ветка начнет умирать. Вот. А далее дерево спасается само. Где-то ветка отсохла, я убрал, оставил сучок. А она, когда у нее пришла пора, запомните, не все дерево засохло, не все дерево постарело до такой степени, избито морозами. Вот. Вот. Эти ветки видите, абсолютно живые. Видите? Вот они. И на этих ветках прекрасные приросты. И запомните, где приросты, там здоровье дерева. Ну что, пойдем дальше. Еще немножко. А, посмотрите сюда. Вот так Сергей обкарнал еще эти молодые прекрасные деревья. Мы их вынуждены калечить. Помните, прекрасные фотографии, от которых глаз не оторвешь. Мы их вынуждены калечить, калечить и калечить. Нам хочется кушать, нас никто кормить не собирается. 15 тысяч. У меня пенсия вместе с орденом, северным штажем 13-летним. Все, что я заработал. Вот так делается обрезка, вот так погибает. Это роскошное дерево с 80-ми островыми плодами. Вот. Она выбросила побеги. Замещение. Видите их прекрасно. Вот так вот. Ну, ветераны. Это еще молодое дерево, да. Посмотрите, как оно выглядит. Но оно не умрет. А вот эта слива китайская ее вообще уничтожить невозможно. На дне издевательства продолжается уже 30 лет продолжается. вот что мы на ней только не испытывали. Ну, это продолжается, но я про это уже вам рассказывал. Вот. Еще покажу пару деревьев и хватит. Все равно сейчас закончится зарядка. Вот. Вот интересное дерево. Здесь рос прекрасный академик. От него остался один пень. Мне говорят, у вас, Валерий Костеевич, тоже деревья погибают? Я говорю, да. это Сибирь. Ну, правда, их всего за все года несколько погибло. Не наберется и десятка. Вот он погиб, вот он пень. А от земли что мы увидели? Пошел Манчжуриц. А теперь внимание, как-то там барабанная дробь. Что вы видите? Я для чего вам тогда показывал, как выглядит эти самые веточки академика. как веточки академика оказались на манчжурице. Все показываю крупным планом. Вот. Вот он. Прививка, вот она сбоку. А вот это пошел чистый манчжуриц. Все убирать не стал. Он тут мешал. Было время. И что мы имеем? Манчжуриц. Еще будет двадцатый или тридцатый доказательств, что вегидативная гибридизация существует. Вот заметьте, интересно даже как одни ветки остались. А это с одной ветки, да, вот смотрите. Вот одна ветка. На одних ветках вот такие побеги, на других вот такие побеги. Я это называю теория буждающих генов. Тут мы с Латинковым два сапога пара. Вот смотрите. Одни ветки такие, а другие вот такие. Здорово, да? Еще раз приведитесь внимательно. Потом конечно фотографии сделаю. Надо все доказывать, что я не верблюд. Вот. Посмотрели, полюбовались. Есть вегидативная гибридизация? А? Ну, пошли дальше. Абрикос, который должен был давно умереть. Посмотрите на нем какие приросты. Я уже каждый год его показываю. Вот. Это бельтяевский привез с орла. Там есть станция знаменитая. Вот. Сорт не сохранился. Он живой. Как он живой? А так смотрите. Все. Казалось бы хана дереву, да? Уже ветка высохла, сгнила. Кстати, ее грибы не ели. Вернее, не так. Живую не едят. Только мертвецин. Не путайте причины со следствием. Не боритесь с этим. Не занимайтесь дурью. господа эти каких из господа госпожи дачной феи из телеканала Бобер. Вот ветка, на которой грибов нет. Вот она выбросила побег. Посмотрите, какие там прёсты. Вот дерево просто заменило одну ветку старую на другую молодую. Вот и все. Само оно выглядит вот так. Но имейте ввиду, кстати, заметьте, не отпиливал, иначе в дерево бы не было живых. Вы скажете, ой, оно уже шатается, это уже все гнилье. Вот пока вот это живое. Там внутри оно как бы округлилось, там внутри находится совершенно чистая кора, под корой камби и все прочее. Снабжение идет, пусть не полностью, пусть с одного боку. Второй ветке не повезло. Сохло раньше вот этой ветке не повезло, зато вот этой ветке повезло, и посмотрите еще раз на небо, и она продолжает кормить меня бедрами отборных абрикосов. Адольф Александрович, привет, жаль, что ты отошел от активных дел, вот, ты был лучший из нас, тебе приезжали ученые из Мичуринского института, вот, а потом перестройка, новомышление, и пошел ты, сказала наука, и все, пропал его сад, как пропал, у него были уже сотни саженцев, на расстоянии 30 сантиметров, и когда они стали вот такими, 30 сантиметров между ними, он взял в руки топор, или пиву, этого я уже не знаю, я бы не вынес это зрелище. Ну что, посмотрели? Маленький кусочек, а нет, еще, да нет, пожалуй, достаточно, пожалуй, достаточно, а вот он, я про него все рассказал, живой, видите, эти пенечки, это приросты живые, были срезаны на прививку, настоящие приросты, да, половину сухой, половину живой, а главное, что он не умирает совсем полностью, он продолжает жить, бороться, бороться с выростью, вот веточки, которые взяли и выросли ниже прививки от манджурца, и что они сделали? Я их срезал, часть продал, часть выкинул, уже не понадобились, хотя, прудущее привито на что угодно, можно было вырастить поколение, манджурца, гибридных, знаете, что они от этого, вот, дожить бы, да, поздно, ветка эта вылезла, поздно, где она от headphones,